МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В студии Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. Зелёный фонд Волгограда пополнили ещё 400 деревьев. 250 вязов высадили сотрудники МБУ ЖКХ Дзержинского района в зелёной зоне, которая разделяет встречные потоки транспорта на проспекте Маршала Жукова. А 150 рябин, иф и катальп высадили в парке 70-летия Победы сотрудники администрации, работники коммунальных служб и предприятий Краснооктябрьского района. Новые деревья размещают в том числе на месте ранее удалённых, больных и сухостойных. Саженцы выращены в питомнике, который расположен в Волгоградской области, поэтому они максимально приспособлены к климатическим условиям нашего региона. Уход за растениями обеспечит поливочный водопровод. В текущем году работы по озеленению на проспекте Маршала Жукова начались с прогулочной зоны между обновлённым в 2021 году участком и Самарским разъездом. Всего там планируется посадить 500 деревьев, более 1500 кустарников и 2500 чайных роз. На участки прокладывают водопровод, кабели освещения и видеонаблюдения. В завершении работ по благоустройству бульварной зоны установят стилизованные под старину малоархитектурные формы и арт-объекты в виде зонтиков, цветов и фигур. В минувшем году в порядок привели первую очередь территорию вдоль проспекта Маршала Жукова. С первых дней после открытия она стала центром притяжения жителей. Озеленение городских территорий – одно из главных направлений работы муниципалитета. Только в день проведения общегородского субботника, 16 апреля, зелёный фонд Волгограда пополнили свыше тысячи деревьев. На сегодня в ходе месячника по благоустройству высадили около 3000 деревьев и кустарников. В минувшем году в Волгограде появилось более 22 тысяч новых растений. Творческие номера, брейн-ринги и общение на тему экологии. Накануне в Волгоградской областной детской библиотеке прошли первые мероприятия в рамках проекта «Серебряные волонтёры благоустройства. Яркие цвета нашему дому». Он стал одним из победителей конкурса волонтёрских проектов «Помогать просто». Тему продолжит Регина Федина. Клумбы и полисадники очень часто эту красоту возле своих домов создают жители Волгограда. Чаще всего это пожилые люди. Именно поэтому Волгоградская областная организация ветеранов и решила поддержать «Серебряных волонтёров благоустройства» и провести конкурс «Красота родной земли» своими руками. Мы увидели, как люди просто отдают всего себя на свои деньги, потому что это всё делается за собственные средства, это делается у своих подъездов, как оживают и какими яркими становится наша жизнь. Но людям надо помогать. Надо помогать посадочным материалам, надо помогать подсказывать, что и как можно вырастить на нашей Волгоградской земле. В Волгоградских библиотеках организовали специальные стеллажи с книгами по ландшафтному дизайну, о различных растениях и их свойствах, о садоводстве. Для людей, которые хотят облагородить наш город, в областной детской библиотеке провели познавательную игру на знания природных парков региона, свойствах лечебных растений и другие экологические темы. Чем размножается клубника? Уси. Молодцы! Птенцы какой птички не знают своей матери? Кукушка. Да, молодцы. Кукушка. Проект нацелен на популяризацию вклада жителей Волгоградской области в сохранение и приумножение красоты малой родины, стимулирование детей и подростков к участию экологической волонтерской деятельности. Самое главное, мне кажется, что в зале присутствуют представители двух, нет даже трех поколений. И вот с этих серебряных волонтеров, которые очень много делают для благоустройства города, будут брать пример наши детки. Это не какой-то экзамен, это праздник. Праздник красоты, праздник природы, праздник общения. На конкурс можно подать фотографии живописных природных уголков своих населенных пунктов, облагороженные руками их владельцев. Каждый член общества нашего старается облагородить вокруг дома своего участка какой-то. Высаживает цветы, поливает и вычищает после зимней спячки. Сейчас вот много высаживают фамильных, я видела, именные деревья. Ну и мы тоже будем стараться свой район облагораживать вместе с детьми и обучать их. Конкурс «Красота родной земли своими руками» пройдет в три этапа в разных номинациях – весенняя радуга, летняя акварель и осенняя палитра. Помимо этого для участников будут проходить экскурсии по различным паркам и заповедникам, где из уст профессионалов они смогут узнать все о садоводстве. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на официальных сайтах организаторов или в клубах пожилых людей Волгограда. Регина Федина, Глеб Волков. Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 231 житель региона заразился ковидом за минувшие сутки. Из общего числа заразившихся 36 детей. Самое большое количество заболевших в Волгограде – 106 человек, а также в Волжском – 26. Общую картину заболеваемости вы можете увидеть на своем экране. К сожалению, за минувшие сутки от опасной инфекции ее последствий скончались 4 человека. После полного выздоровления выписались 267 пациентов. Накануне в Волгограде стартовали поединки в рамках одного из самых старейших и массовых детско-юношеских турниров по футболу – «Кожаный мяч». Открытие первенства городского этапа всероссийских соревнований состоялось на поле ФОКа Советского района. В соревнованиях примут участие юные поклонники игры «Миллионов» в возрасте от 10 до 15 лет. Изюминка этих состязаний в том, что в них принимают участие не ребята из спортивных школ и клубов, а учащиеся в обычных учебных заведениях. Эти мальчишки превратили дворовую детскую забаву в любимое хобби. Дмитрий Якушенко уже три года серьезно занимается футболом. За этот относительно небольшой отрезок времени уже успел стать серебряным призером турнира «Кожаный мяч». В этом году вместе с друзьями всерьез заряжен на победу. Все настраиваются сами. Тренировки, разминка тоже хорошая у нас. Мы сразу готовы рвать, побеждать. В этот раз мы настроены на первое место. Только побеждать? Да. Проводником в мир любительского спорта для этих футболистов стал их учитель физической культуры. Василий Шлыков признается, тренировать таких талантливых и способных мальчишек безумно нравится. Общими усилиями родителей, тренеров и самих школьников удалось оснастить освещением стадион на территории школы номер 100. А значит шансов на победу еще больше. Для меня, как для учителя, ну это играет, конечно, роль, потому что дети, они меня зажигают, скажем так. Но в большей степени мне хочется, чтобы они как можно больше поиграли. Вот на этом турнире каждая команда будет играть минимум 4 игры. Вот это для меня важно, что вот на таком поле, на таком газоне. В этом году турнир «Кожаный мяч» проводится уже в 57-й раз. За свою историю эти старты помогли достичь спортивных высот десяткам тысяч юных футболистов. Эти соревнования не только выявляют одаренных спортсменов, но и помогают им обрести новых друзей. Сегодня футбольное сообщество «Кожаного мяча» объединяет более 900 тысяч мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет со всех уголков нашей страны. Уверен, первенство Волгограда по футболу пройдет на высоком организационном уровне и станет настоящим праздником футбола для всех участников. В этом году в Волгограде в турнире принимают участие 24 команды. Младшая группа – дети 10-11 лет, средняя – 12-13 лет и старшая группа – футболисты, которым исполнилось 14-15 лет. Для ребят это прежде всего первый шаг, может быть даже самый главный, который дает возможность им заявить о себе, показать себя. Это массовый футбол, естественно, это оторвать детей наших от улиц, от подвалов. Сейчас очень много соблазнов, гаджеты, а это живой спорт, живое общение, эмоции неподдельные. В финальном городском этапе кожаного мяча примут участие 350 спортсменов, предварительный включал до 2000. Победители первенства примут участие в региональном этапе соревнований, в этом году он пройдет в Волжском. Команды, занявшие первые места, представят область в финале всероссийских соревнований, где сразятся со сверстниками из других регионов. Ольга Цымборович, Андрей Кирсанов, Время новостей. Символ подвига, гордости и славы, который объединяет людей по всему миру. Сегодня в Волгограде стартовал региональный этап акции «Георгийская ленточка». Ежегодно она проводится в канун Великого праздника Дня Победы. Торжественные мероприятия прошли у Вечного огня на площади павших борцов. Подробности у моих коллег. Лидия Беленко – студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета. В добровольческом движении уже три года. Это необходимо, это память, это то, что помогает нам через стольки годы осознавать, как это важно для каждого из нас. Активная жизненная позиция играет большую роль в жизни любого человека, и все мы можем развиваться благодаря этому. И в принципе это показывает нас как людей. Спасибо вам большое, с праздником! Екатерина и Айгуль приехали в город-герой из республики Марий-Эл. Очень хотели увидеть мероприятия, посвященные празднику Великой Победы. Участие в акции «Георгийская ленточка» – приятная неожиданность. Давным-давно хотели побывать в вашем городе. Хотели, правда, на 9 мая, но немножко не получилось. И тем не менее, очень приятно посмотреть, как будет подготовка к этому празднику. Вчера сходили на Мамаев курган. Безумно понравилось, безумно красиво. Счастье и процветание вашему городу. С 27 апреля по 9 мая волонтеры Победы планируют раздать 80 тысяч георгиевских лент по всей Волгоградской области. Ежегодно мы принимаем очень много заявок от ребят, которые стремятся рассказывать гражданам нашей страны о важности этого символа, о том, что мы должны чтить память. И этой акции мы показываем то, что память о героях жива в наших сердцах. Идея акции «Георгийская ленточка» родилась в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку в преддверии 9 мая стала традицией. Она объединила миллионы людей и в России, и за рубежом. На мероприятии в Волгограде волонтеры развернули 10-метровую георгиевскую ленту. Это стало кульминацией торжественного митинга. На торжественном мероприятии присутствовали волонтеры, представители власти и общественники. Проводят акцию «Ту молодежь». Это очень хорошо для нас, для ветеранов, для ветеранского сообщества. Это вдвойне приятно, это радует, то, что молодежь принимает те традиции, которые идут с древних-древних времен. Завершением торжественного митинга стало возложение цветов к вечному огню на площади павших борцов. Инна Емельянова, Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. Великой Победе посвящается. На сайте mtv.online продолжается голосование за участников творческого конкурса, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, Там с муглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я плепею, захотелось вдруг сказать, Стаю над рекой узорки летние встречать. Принять участие в конкурсе могли все желающие волгоградцы в возрасте от 3 до 25 лет, как индивидуально, так и целыми творческими коллективами. Воспитанники детских садов, школ, вузов и СУЗов создавали видеоролики с исполнением литературных произведений и музыкальных композиций. На первом этапе на суд авторитетного жюри было представлено несколько десятков заявок, лучшие работы в трех возрастных категориях вышли во второй тур. Теперь победителей определит онлайн-голосование. Полный список участников можно будет найти на сайте мтв.онлайн в разделе «Конкурсы» и там же проголосовать за понравившегося исполнителя. Голосование продлится с 23 по 25 апреля. Успейте поддержать конкурсантов. Победителей ждут ценные подарки. Награждение состоится 9 мая на нижней террасе Центральной набережной во время праздничных мероприятий. И к этому часу у меня все новости и итоги дня подведем вместе с вами в 20.00. Не переключайтесь.